Приветствую вас Ольга, я вам честно открою, что мне кажется, вы не хотите менять свою ситуацию, вы не хотите, чтобы ситуация изменилась, чтобы вы стали счастливы, а вы этого всего не хотите. Почему? Потому что у вас нет четкого запроса, то есть запросов у вас по сути два, как поступить на непонятно, чего вы хотите, и что скажут психологи, я могу сказать, что вы боитесь замужества, как психолог я могу сказать, что вы боитесь замужества, но устроит ли вас это? Скорее всего, нет. Согласитесь вы с этим? Тоже, тоже, скорее всего, всего нет. И возникает вопрос, а что делать дальше? Знаете, если вы с мужчиной в отношениях уже достаточно давно, достаточно долго, то получается, что вам это для чего-то нужно, и если вам это для чего-то нужно, то вот так сразу за один ответ это не уйдет. Еще меня несколько впечатлила история о ваших вопросах, которые вы задаете на сайте, а на сайте вы почти год уже, чуть меньше года, два дня. Все вопросы про отношения с мужчинами, а то что означает, если, значит, что означает если мужчина 24-3 года с поздравлением на день рождения, что означает на напористость мужчины, вот. Далее. Отношения с мужчиной у вас не складываются отношения, то есть все у вас про вот любовные отношения. Знаете, причем, что в прошлом году вы задавали, по сути, попасть в тот же вопрос, ну, про этого же мужчину, который вот, 10 лет был один. И, Олька, вот понимаете, из всего этого можно сделать вывод, что отношения с мужчинами, в принципе, у вас не складываются вообще. И дело здесь не в мужчинах, а в том, как вы выбираете их, как вы себя ставите в отношениях с мужчинами. Чего вы хотите, как вы ведете себя в контексте женского поведения, ну, в контексте женской модели поведения. Понимаете? То есть здесь, вот здесь, мне кажется, у вас есть либо запрет на замужество, либо запрет на близкие отношения с мужчиной. И, как мне думается, как мне думается, что третьего, третьего, скорее всего, не дано. Конечно, может быть, еще и не уверены в себе, конечно, может быть, вы боитесь, там, например, боитесь оттапа одна, или что-то еще. Вот, но лично я думаю, что все это очень вторично. Лично я думаю, лично мне кажется, да, что все это очень вторично, потому что первоначально идет именно этот запрет. Вот, который вы видите, который вы чувствуете, ощущаете, который с вами существует и доживет, скорее всего, очень долгое время. Ну, очень большое количество, количество времени. Приско всему, у вас, судя по всему, да, нет четкого понимания того, что же вы как хотите делать. То есть, что вам нужно все-таки. Нет, да просто на то, чтобы что-то менять. Да, то что-то менять именно вы не готовы, скорее всего, себе. Отсюда и, соответственно, такой расплывчатый вопрос. Ну, я так предполагаю, что вам не выгодно что-либо в твоей жизни менять. Не выгодно, я и не готова. Теперь давайте разберем более подробно ваши вопросы. Ладно, понятно. Нужно корректировать модель женского поведения. Нужно ваше представление о себе корректировать. Нужно определиться с целью, для чего вам вообще мужчина нужен. Итак, встречаюсь с мужчиной почти год, он разведен более 10 лет назад, жена ушла. А причину развода вы знаете? То есть, вот почему имел место быть развод? По какой причине развод произошел? Вот. То есть, имеете ли вы понятие об этом? Вот. То есть, мне кажется, что это тоже очень важный момент, на самом деле. для вас, если вы хотите разобраться в том, что происходит. Что происходит именно вот с вашим мужчиной. Да? Почему он ведет себя именно так? Да? Почему он ведет себя именно так, а не наш? Обычно развод не бывает случайно. Обычно для развода всегда есть причины. Для развода всегда есть обстоятельства, условия. Вот. И весь вопрос заключается в том, отдаете ли вы себе отсчет в том, что это за основания, какие они, эти основания. И что из себя представляют. Конечно же, что они из себя представляют, эти основания. То есть, когда вы с мужчиной, например, начинали встречаться, да? Знали ли вы о его такой, скажем так, особенности? Знали ли вы, что он вот так себя ведет? Знали ли вы, что он вот так себя проявляет? Готовы ли вы были, например, с этим мириться? Готовы ли вы были, например, значит, ну, готовы ли вы были принимать его? Или рассчитывали, что он обязательно изменится, там, например, ну, например, ради вас, допустим. И если вы думали так, то с чем это было связано? То есть, почему вы считали, что ради вас он обязательно изменит? Для чего вам были нужны эти перемены и изменения? По поводу чего вы познакомились, что вас, собственно говоря, объединяет с мышиной? То есть, насколько у вас много общего? И если у вас общий с ним, понимаете, воспринимает ли он вас так вот прям, как, ну, как нужно или нет? Здесь вот, конечно, все это нужно исследовать. Потому что, как мне видится, вы мужчину воспринимаете, к сожалению, исключительно только как мужчину. И все. Дальше. С кем бы он не встречался, результат отрицательный. Либо ему не нравится, либо он. Ну, здесь, я думаю, скорее всего, все дело в том, что развод для него был правным. Либо он не отпустил свою жену, вот, что бывает часто достаточно. Либо он боится сближаться, потому что боится, что от него опять уйдут, вот, и так далее. Этим может объясняться и его холодность по отношению к женщинам, по отношению к вам в том числе, в том числе и так далее. То есть, нежелание человека проявлять свои эмоции, нежелание человека вовлекаться в эм… эмоционально, эмоционально вовлекаться. А в отношении это все может быть механизмом защиты. Вот. К сожалению. Вот. И вопрос, основной вопрос заключается в том, знали ли вы о том, что мужчина, ну, вот он покой. Знали ли вы, что он, ну, вот так себя ведет, знали ли вы, что он вот такой. Отдавали ли вы себе в этом отношении. Понимаете? Какая история. Если отдавали, то хорошо. Но тогда нужно обязательно выяснить, как это проявлялось. И проявлялось ли. Потому что такое впечатление, что для вас стало полной неожиданностью то, что он и к вам относится примерно так. Ну, может быть, может быть разве что чуть-чуть по-другому, да, чуть-чуть-чуть может быть по-другому. То есть здесь, здесь очень важно вот этот момент раскрыть. Имеяли ли вы представление о том, с кем вы вступаете в отношении, чего вы ждали от человека, готовы ли вы его принять, были таким, какой он есть. Или, если вот, положить руку на сердце, все-таки были не готовы. Не готовы все-таки были его таким, какой он есть принять. В этом нет ничего страшного, но лучше, конечно, если вы в этом признаетесь сами себе хотя бы. Тогда вам будет куда более уже понятнее мотивы своих действий. Тогда вам будет более понятнее, почему вы ведете себя именно так, как ведете, а не иначе, не по-другому. Вот, либо сейчас вы, ну, соответственно, пребываете, да, в таком вот непонимании. Спасибо. Дальше, значит, дальше вы пишите о том, что, так, познакомил меня с родителями и сыном отношения с ними хорошие, но он говорит, что я не вписываюсь в его сознание. Значит, смотрите, вы воспринимаете тот факт, что мужчина познакомил вас со своими близкими, да, вы воспринимаете этот факт как приглашение к семье. По сути. Вы воспринимаете то, что он познакомил вас с родителями и сыном, как намек на то, что он хочет с вами более близких отношений. Вот. То есть у вас уже появились определенные ожидания. У вас появились определенные ожидания. то, что, вот, мужчина, вот, он меня познакомил сейчас со своими близкими, теми, кто ему дорог, вот. Соответственно, я очень рада этому, вот. Теперь я буду ждать, что он, ну, сделает меня своей женой. Наверное. Наверное. Ну, наверное. Наверное, так выросло, выросло, выросло. Я, конечно, не знаю, но думаю, что примерно так обстоят дела. Если нет, нет, если не так, то прошу меня поправить. Дальше. Вы пишете, что он говорит, что я не вписываюсь в его сознание. Это значит, что мужчина настолько привык быть один. Это значит, что мужчина настолько привык, эм, к одиночеству. Да? Настолько привык быть один мужчиной, эээ, что для него, эээ, наличие, вот, эээ, по факту, да, наличие, эээ, другой женщины, даже той, которая, которая подходит ему, уже вызывает чувство тревоги, уже вызывает чувство сомнения. Потому что придется чем-то жертвовать, придется что-то отдавать, придется чем-то рисковать. А мужчина рисковать не готов. Ну, в силу, я не знаю чего, да, может быть, в силу своего возраста, может быть, в силу своих проблем и так далее. То есть, мужчина говорит предельно ярко, да, если бы я не боялся близости с тобой, если бы я не боялся близких отношений, вот, то отношения бы у нас с тобой сложились бы. Я бы уже давно сделал тебе предложение и уже давно мы с тобой были вместе. А так, я к тебе привык, да? Ты для меня, ты для меня стал, стала, с кем-то, с кем-то близким, эээ, с кем-то важным, ты стал, стала для меня, ты стал для меня, эээ, значит, ну, ценным. Ну, вот. Но я не готов, ага, значит, впадать от тебя в зависимость. Понимаете? Какая история. То есть, для мужчины, для мужчины, этот момент, в принципе, арт. И разветьте себе на вопрос, согласны ли вы на это или нет. Дальше. Расстаться ему со мной жалко. И дальше не двигаться. Правильно? Потому что ему удобно. Ему удобно. Он не бьет, не курит, работает на хорошие должности. И мне, когда надо с помощью, помогает. Когда болел, помогал деньгами, покупал лекарства, не раз, привозил продукты. Ну, понимаете, вот, тут самое-то главное, то, что, по сути, это ни на что не влияет. Это нам помогает, потому что вы ему дорого. Возможно, у него даже есть к вам какие-то чувства. Но только, что дальше? Чувства есть, да, чувства есть, безусловно. Вот. Но это ничего не меняет, по сути, верно? И вопрос заключается в том, что вы будете совсем этим делать. То есть, если вы согласны на такое отношение к себе, то для чего тогда мужчине что-то менять в своей жизни? Если вы согласны. Если вы не согласны, да, вы говорите, что я пыталась с ним расстаться, да, но он меня вернул. Вот, смотрите, какая получается история. Да? Когда вы говорите, что я пыталась расстаться, но он меня вернул, вы, к сожалению, переносите ответственность. То есть, вы, к сожалению, на него, на мужчину переносите ответственность, ну, как бы, за то, что вы вернули. Понимаете? 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 Какая история. То есть, это как бы он, мужчина, ответственен за то, да, это как бы он, мужчина, ответственен за то, что вы вернули. Понимаете? 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 Но вы, и вы говорите, что он меня вернул. На самом деле, это немножко не так звучит. На самом деле, вы позволили ему, вы позволили ему вас вернуть. Почему? Потому что вы в нем нуждаетесь. Вот поэтому вы и позволили мужчине вас вернуть. Вы в нем нуждаетесь. И именно, потому что вы в нем нуждаетесь, именно по этой причине вы не готовы принимать окончательное решение о расставании. И не готовы, на самом деле, именно поэтому что-либо в себе менять. Вот. Потому что вы же понимаете, что если вы в себе что-то измените, то, скорее всего, с ним вам придется расстаться. Ну, вот, с мужчиной. Понимаете? Вот. А для нас это, ну, неприемлемо. Скорее всего. Опять же. Как я думаю. И отсюда такая вот пассивность. Отсюда такая пассивность. Дальше. Так. Однажды я в новую ротацию, он меня вернул. Я не знаю, что делать. Расставаться с ним не хочется, но и так я тоже не хочу. А чего хотите? Не знаете, что делать, чтобы что? Я целый год подстраиваюсь под него, во многом себя ломаю. Для чего? Для чего вы себя ломаете? Так можно и заболеть. Это правда. Он мало... Он мало ласковый. Лишний раз меня обнимет, не поцелует, рассказывает, что и другие женщины тоже обижались на него. Я в свою очередь чувствую себя глубоко несчастным. И в чем именно вы чувствуете себя глубоко несчастным, Ольга? Давайте вот мы с вами как-то определим этот аспект. Кто ответственен за то, что вы несчастны? Откуда у вас такая позиция, что нужно подстраиваться, ломать себя и так далее? Откуда у вас такая позиция по отношению к мужчине? Почему вы считаете, что, грубо говоря, если, если, если вы будете под него подстраиваться, да, то он, соответственно, ну, что сделает? Если вы будете под него подстраиваться, то он даст вам то, что вы хотите. Правильно? Вот. Ну, так же история складывается вверх. Так вот, и давайте подумаем с вами. Откуда у вас подобное поведение? Откуда у вас подобный паттерн поведения? Я лично сомневаюсь, что вы взяли его сам, сам, ну, самостоятельно. Я в этом не уверен. Скорее всего, данный паттерн поведения был вами подраимствован. У кого-то. Возможно, у ваших родителей. Хотя это, конечно же, не точно. Вот. То есть, чего вы надеялись добиться тем, что подстраивались под мужчин. Тем, вы надеялись добиться того, что он вам что-то даст. Вы жертвовали собой. Вы ломали себя, как вы говорите. А если человек себя ломает, значит, он жертвует. А жертвы, ну, как бы вот, жертвы в отношениях, да? Жертвы в отношениях не нужны. Возможно, это ещё одна причина, причина, по которой мужчина не хочет с вами сближаться. Потому что он видит, что вы себя ломаете, видит, что вы жертвуете собой. Вот. Но при этом, при этом понимает, что, скорее всего, вы будете от него что-то требовать. Ещё, ещё. Вот. Скорее всего. Он это чувствует и интуитивно избегает. Возможно. Вот. Ну, то есть, возможно, именно поэтому он избегает отношений с вами. Вот. Хотя, понятно, что здесь, как бы сейчас, есть такой элемент гадания. Это понятно. Вот. Тем не менее, мне это видится, мне это видится именно так. Вот. Ну и, конечно, то, что вы не берёте ответственность на себя за то, что вы несчастны, да? Или, как бы, перекладывать ответственность за это на другого человека, на мужчину. Это, конечно, тоже играет одну из самых ключевых ралей. Что здесь. Вот. Подумайте, что именно делает вас несчастны. И просто откажитесь от выполнения этих действий. Подумайте, а что бы сделало, что бы сделало вас счастливы. Подумайте, как бы вы могли сами, самостоятельно, этого достичь, добиться. Именно самостоятельно. Именно сами. Не через других людей. Как вы считаете, люди в отношениях должны становиться счастливыми? Или быть счастливыми? Это очень важный вопрос. На самом деле. Потому что, ни много, ни мало, ни много, ни мало. От этого вопроса за вопросом зависит то, как вы быстро, ну, позиционируете себя в отношениях. Понимаете? Вот. Ни много, ни мало. И если, если у вас что-то не складывается, если у вас что-то не складывается, то значит, значит, вы несете ровно половину ответственности за это. Таким образом, вам нужно взять ответственность за свое счастье и, став счастливой, уже после этого, нужно вступать в отношениях. Понимаете? То есть, с точки зрения психологии, получается такая история, что вы выбрали этого мужчину совершенно не случайно, а для того, чтобы он балл вам вот эту самую защиту от отношений. Понимаете? Понимаете? Защиту от, по-настоящему, близких отношений. Понимаете? Вот. Вот это, я думаю, можно назвать ответом на ваш вопрос, который вы выдаёте. Потому что именно так это выглядит с точки зрения психологии. Именно так это выглядит с точки зрения профессиональной психотерапии. То есть, вы продвигаете свою позицию страха близости. Вот. Ну, такой, настоящей близости, я имею ввиду, да? Настоящей близости. Не идёт сейчас речь о, скажем, близости сексуальной, да, близости интимной и так далее. Нет. Об этом, об этом речь не идёт. Абсолютно. Вот. И это нужно менять. Потому что вы жили по такому принципу не один год, скорее всего. И вы привыкли так жить, у вас, у вас есть, у вас есть соответствующие представления о себе, которые помогают вам поддерживать эту идею, этот сценарий, можно сказать. Вот. Вот. И данный сценарий просто нужно поменять. Вот и всё. Вот это то, что можно реально для вас сделать. Если вы хотите, конечно, работать над этим, если вы хотите брать ответственность. Естественно, не всё. Да, естественно, не всё. Расставаться с мужчиной абсолютно не обязательно. Расставаться с мужчиной совсем не обязательно. То есть вы можете с ним не расставаться, вы можете просто и дальше как бы проводить с ним время. Вот. А вы можете и дальше посвящать ему своё время, просто делать это уже в меньшей степени. Вот. Думаю больше о себе, допустим. Вот. Что мужчина, я уверен, от вы оценит и будет только ещё больше вас любить. Ещё больше будет он вами дорожить. Таким образом. Ну, если вы вот станете обращать внимание на себя. Вот это всегда вызывает восхищение. А поскольку мужчина, он о себе думает. Да. Мужина как бы, ну, о себе беспокоит. Мужина о себе заботится. Вот. Мужина о себе волнуется. Да. Что, соответственно, я уверен, что он оценит, по достоинству оценит, что вы станете делать. Вот. И вы для него будете ещё более привлекательны, значит, после того, как, вот, это, ну, после того, как данные изменения в вашем поведении произойдут. Вот. И сейчас, надеюсь, что этот, этот момент для вас предельно ясно. То есть, вы поймите, что, чтобы человек изменился, да, и даже если представить, что у него действительно есть к вам чувства, да, даже если представить, что у него действительно есть к вам какие-то вот переживания, вот. Чтобы человек изменился, нужна мотивация. Мужине нужна мотивация. А вы его никак не мотивируете. Абсолютно. Вы же его никак не мотивируете на то, чтобы меняться. Зачем ему меняться, если у него есть вы, если вы и так всё для него делаете, если вы и так с ним рядом. Вот и всё. Готовы к работе? Хорошо. Выбирайте себе специалисты и начинаете работать. Нет? Ну, значит, то вы и так и будете слушать разные предположения, которые, может быть, отражают суть ваших проблем, а, может быть, не отражают суть ваших проблем. Потому что психологи не телепаты и могут не знать, что именно с вами происходит. Вот. Потому что, например, для такой сложной ситуации, да, достаточно, вот, вы написали очень мало. Очень мало информации. О себе и о нём. То есть, о нём больше, а о себе меньше. Вот. А нам наоборот, о себе больше, а о нём меньше. Понимаете? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.